Вопросы, какие интересные были, шучем дампере. Когда мы зашли на ОЖД, нас всех рассадили. Меня посадили на последнее место. Наверное, повезло мне, потому что сзади никого нету, никто не мешает, в самом углу аккуратно сижу. И в этом самом месте, получается, пришли, все контролировали. И когда пришли вопросы по математике, все было логика, можно было логично все решить подряд просто. Все вопросы. Получается 60 вопросов там. Ну и на каждый много времени не нужно было, чтобы думать. А вот русский язык стал немного сложным для меня. В конце мне даже как-то обидно стало из-за того, что не могу грамматику нормально решить. Но в итоге все хорошо. Получилось. Лицей выделил отдельный кабинет для тех, кто готовится к ОРТ. И вот мы там с друзьями сидели и постоянно готовились. И мы играли в шахматы. Когда мы играли в шахматы, тот, кто проигрывал, тот обычные вопросы и отвечал на вопросы по ОРТ. Все остальные отдыхали. И вот так вот все начали играть в шахматы, чтобы как можно больше получили баллов. Вот такое было. Потом, один раз, когда мы готовились, наш учитель принес, получается, стопку бумаг со всеми пробными тестами. Вот мы начали готовиться. Но потом, как оказалось, я жил возле фильтра, в котором можно воду набирать. И пока я набрал воду, я набрал воду, отнес ее и к нам залетел голубь в окно. И потом эту самую воду начал пить, которую я в бутылку пала. И все эти тесты-тесты в итоге размылись. Бумага стала непригодной. Пришлось обратно к учительу идти, извиняться. Ну, такое было, что к нам животные залетали. Посмотреть, как мы готовимся. Изначально нам давали пробное тестирование, еще с 10-го класса. И обычно я набирал 200, 205, 210. Но потом уже с каждым разом, вот последние 6 месяцев, когда я готовился, все больше и больше стало. 217, 220, 227. И вот так вот на основном я получил 232 балла. Вауаау, ааааааааа... Вауаааааа... Мне позвонили не мне, позвонили моей маме. Когда мама узнала об этом, получается... Она вначале старалась не говорить, надо сюрприз просто сделать. И... ну не получилось, потому что я услышал, что мой учитель позвонил и начал подслушивать. В итоге мама мне сказала, что я получил золотой сертификат, что я получил 232 балла. Но я еще тогда не знал, что я первое место получил. Я был в шоке. Довольно большой результат был для меня. Я не ожидал. И... очень так. Я был очень рад. Но потом, когда я еще узнал, что это первое место, тогда я просто чуть в облак, наверное, не упал. Я удивился совсем, слишком удивился просто. Возле ванны, возле зеркала стоял, смотрел на себя, неужели ли? Я уже говорил, но надо заниматься понемногу каждый день. Часа хватит. В эту часу где-то 20 минут, каждый 20 минут перерыв. Попить воды, освежиться. Или можно в день 20 минут утром, 20 минут вечером вот так заниматься. И этого вполне хватает, чтобы математику хорошо начать решать. Или русский язык подкачать. Поэтому каждый день немного времени уделяю. Там, проснулся, умылся, открыл книжку, посмотрел, что за вопрос. Сидишь, кушаешь, в голове думаешь, как его решить. Это очень помогает. Вот. Рахман прошел. Мой основной план сейчас... Верта, не надо, да? Мой главный план в будущем. Я хочу создать организацию, которая смогла бы помочь победить необразованность в Казахстане, неграмотность. Потому что я хочу, чтобы Казахстан развивался. И для этого хочу провести все свои усилия. Обучиться хорошо в другой стране и эти знания применить на практике. Вот хочу создать организацию, которая поможет дальним всего. Или даже в самом бешкете может. Кому нужен, кому нужен. Кто нуждается в помощи, тем помочь. И надеюсь, что у меня все получится.